В течение последних нескольких недель группы людей, состоящие из сотрудников разных силовых структур, ходят по домам в столице Таджикистана Душанбе в поисках так называемых нежелательных лиц. Журналисты высказывают предположение о том, что к категории так называемых нежелательных лиц силовики могут относить подозреваемых в участии в различных религиозных движениях. В нарушении надлежащей процедуры и без соответствующего ордера группы силовиков, которые могут насчитывать до 15 сотрудников милиции, прокуратуры и Государственного комитета национальной безопасности, требуют от граждан позволить им обыскать дом. Житель района Исмайли Самани в Душанбе рассказал журналистам, что три сотрудника правоохранительных органов приходили к нему в дом 3 июня, требуя, чтобы им разрешили провести обыск. Мужчина отказался, аргументируя это тем, что у сотрудников не было необходимых документов. На следующий день группа из 15 человек пришла с официальным документом, подписанным Генпрокуратурой, МВД и Государственным комитетом национальной безопасности. Они вошли в дом и проверили все, что можно было проверить, рассказал местный житель на условиях анонимности. Обыски в домах проводятся на основании 10-страничного документа под названием «Операция порядок». Основной его целью является выявление членов или сторонников объединений, которые правительство считает террористическими и экстремистскими. В список подозреваемых попадают молодые люди с бородой и женщины, носящие строго исламскую форму одежды. К любым несоответствиям между фотографиями в документах и внешностью человека относятся особенно строго. Власти называют подобные зачистки разъяснительной работой. Ходящие по домам группы силовиков информируют людей о том, как тем следует или не следует себя вести. Один из сотрудников МВД рассказал порталу евразионет.орг на условиях анонимности, что операция теперь будет проведена по всей стране и что в районах вокруг Душанбе работа уже была проведена. Однако власти не делают никаких публичных заявлений об обысках и люди часто узнают о проверках только тогда, когда силовики стучат им в дверь. Продолжение следует...